На этой неделе состоялось очередное пленарное заседание Государственной Думы России. Депутаты рассмотрели несколько законопроектов, касающихся налоговой сферы, а также образования, здравоохранения и не только. О том, каким образом принятые законопроекты могут изменить жизнь россиян, расскажем далее. Депутаты в первом чтении одобрили президентский законопроект о воспитании. Согласно нему, обновится закон об образовании. Его дополнить статья 121. В ней будет определен механизм организации воспитательной работы, которая станет составной частью образовательных программ. Уважение к защите гомотечества и памяти нашим героям. Здесь воспитывается уважение друг к другу, уважение к старшим, уважение к человеку труда, уважение и бережное отношение к нашему многонациональному культурному наследию и окружающей среды, и экологии в целом. Это очень важные аспекты, и, как я уже сказал, наша фракция поддерживает, безусловно. Образовательные учреждения должны будут разработать программы воспитания и календарные планы воспитательной работы и включить их в образовательные программы. В документе должны быть прописаны цель, задачи, основные направления, темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, показатели эффективности воспитательной работы, сказано в пояснительной записке. Еще одной темой для обсуждения в Госдуме стало опрос о внесении в единый федеральный регистр всех получателей льготных лекарств. Сразу отметим, что соответствующий законопроект во втором чтении был поддержан депутатами Государственной Думы. Решение позволит исключить ситуацию с дефицитом выделенных бюджетных средств на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Категория льготников, он должен быть обеспечен лекарственным препаратом для сохранения здоровья и жизни. Что будет в себе содержать актуальную, настоящую, фактическую информацию про обеспеченность каждого льготника? Очень важно осуществлять качественное планирование и чрезвычайно важно понимать остатки лекарственных средств. У нас сегодня программа гарантия. Вновь принят к рассмотрению законопроект, предлагающий отбирать автомобили у водителей, задержанных за управление в нетрезвом виде. В этом случае человек может быть лишен прав на срок от полутора до двух лет с конфискацией транспортного средства. За нарушение, совершаемое повторно, предлагают наказывать лишением водительских прав на три с половиной года с конфискацией транспортного средства. Но пока законопроект не принят. Дальше продолжатся такие вещи. Дальше мы будем ждать либо какие-то актеры, либо сыновья и дочери богатеньких чиновников или богатеньких бизнесменов. Будут рассекать, пересекая две сплошные или разъезжая в пьяном виде. Одна только Мара Багдасарян в прошлом году. Сколько шума наделала и как только с ней не боролись, чтобы наконец-то лишить ее права управления автомобилем. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на расширение мер налоговой поддержки пострадавшим в связи с противоэпидемическими мероприятиями предприятий и НКО. И поддержала в том числе поправку об освобождении от уплаты налогов религиозных организаций. Около 100 только таких объединений, 100 проектов у нас существует в России. Около 10 тысяч добровольцев помогает людям с продуктами, приобретая лекарства, утешая, помогая, особенно одиноким людям, одиноким старикам, многодетным семьям, чьи родители потеряли работу. И мы сейчас считаем необходимым помочь хотя бы с целью снизить время налогообложения. В соответствии с законом эти организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года. Кроме того, пожертвования в любой форме от любых юридических лиц в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться к издержкам жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.